Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите исторический канал. Вы наверное сейчас подумаете, что вы слышите не самый приятный звук. По техническим причинам так получилось. Но вы на это не обращайте внимания, ведь видео не будет полностью целиком меня, вот этой рожи, а будет еще интереснее. То есть вы все поймете и все увидите. Также хочу, чтобы вы поддержали мой контент лайком или даже подписочкой. Еще нажали колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Но в следующем видео я думаю у нас получится более качественный видеоролик. Вы уж потерпите немножко меня и дальше будет только лучше. Друзья, ну а победителя розыгрыша на 1000 рублей вы видите на экране. Мой друг, отпиши мне пожалуйста, чтобы я выдал тебе твою 1000. Друзья, любая хронология начинается с древних, с древних людей. Поэтому в Греции это были первые останки архантропов, то есть Homo erectus, люди прямоходящие, возрастом в 360 тысяч лет. Были они найдены в Петролонской пещере Петролоне, на полуострове Халкидики. В общем это важная информация, поэтому не забывайте ее. Древние времена здесь не особо запомнились, но первые центры культуры были найдены на острове Крит археологом Генрихом Шлиманом. Считается, что первые обитатели пришли на остров Крит из Малой Азии. Ну я надеюсь вы понимаете, что такое остров Крит приблизительно. То есть Греция, она практически разделена на острова Крит и другие острова. В общем, если вам интересно, поизучайте географию Греции. Либо древней, либо современной, без разницы. Примерно 2000-1700 год до н.э. Город Кнос был самый влиятельный во всем Средиземноморье. Кносский дворец считался одним из самых интересных примеров многоэтажных построек до исторических времен. То есть приблизительно вы можете себе в голове построить дворец многоэтажный. И считается, что это было очень давно. Не было, понимаете, что там ничего не было, ни строительной техники. И люди строили уже тогда высокие здания, точнее дворцы. И конечно же остров Крит, город Кнос, плотно связан с мифом о Минатавре. И об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Кто все-таки такой Минатавр, откуда он взялся. Собственно, это Человек-бык. Согласно легенде, был убит Тисеем, сыном Посейдона. Тисей считается героем, прибывшим на остров Крит и убившим страшное чудовище кулаком, а по другой версии мечом. Есть даже фильм. Не знаю, не буду врать, как он называется. Ну, в общем, там есть фильмы про греческие мифы. Можете также их поизучать. Я, собственно, их не смотрел, но думаю, можно будет глянуть. И да, Древняя Греция полна таких примеров, где в честь великих богов названы целые цивилизации. И с этим мы, собственно, не раз столкнемся. И будет упомянуто много количества, наверное, богов. Ну, все вы знаете, прекрасно понимаете, что Греция это одна, не самая первая, а одна из самых первых культур, культур, которая начала распространять мифы о богах. В общем, все мифы практически первоначальные начинаются с Греции, с Египта, с самых древних государств вообще в мире истории. Так что будем рассказывать про богов. Также основные племена в те времена это были Ахейцы, Иоанийцы, Дорийцы и Элолийцы. В общем, названия сложные, но если немного подучить, то, в принципе, с первого раза и выговорить. Эти все народы, жившие то в горах, то на равнине, то на побережье Игейского моря. Они, конечно, расселялись очень обширно, занимали часть Малой Азии и даже Черного моря. Также, если не ошибаюсь, то жили они и на Украине, ну, на территории современной Украины, на территории современной России. И, в общем, расселение у них достаточно обширное, у четырех этих народов всегда были переселения, какие-то войны, то есть, все как обычно. То есть, народы воюют друг с другом, то есть, греки, это все греки, но, то есть, так или иначе, четыре народа были названы в честь каких-то богов, точно вам не скажу, или в честь каких-то героев, какая-то часть та, какая-то часть. В общем, это очень-очень глубокий процесс, его достаточно долго изучать, и даже, возможно, выйдет отдельный видеоролик о том, кто чем жил. И мы переходим к другому. Позже министскую цивилизацию взяли под контроль микийцы, и вскоре после этого пришло время темных веков, а еще называют гомеровской эпохой. Гомер, собственно, это великий поэт, который написал про Одиссея, и, собственно, эти поэмы считаются важнейшим источником информации о том времени, то есть, собственно, о темных веках. Переходим, собственно, к войне с Персией. Это уже большой достаточно период знаменитый, то есть, прям в это время Греция была на своем пике могущества, и дальше уже после Римской империи у нас будет вторая часть. Но, а про Александра Македонского тоже много стоит всего сказать, но до Александра Македонского пока нам еще не совсем по времени, поэтому... Друзья, чтобы не пропускать исторические видео в таком небольшом формате, я не могу сказать вам, что я вообще, типа, знаю историю, я сам изучаю ее и пытаюсь своими словами вам рассказать об этом. Просто есть такие люди, в общем, не суть, просто... Если вам нравится видео, поддержите меня лайком, поставьте подписочку, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также скоро, скоро буквально будет розыгрыш одной тысячи рублей, так что не пропустите, перед новогодними праздниками я разыграю тысячу рублей. У нас постоянно конкурсы, поэтому подписывайтесь и не пропускайте видео, и участвуйте в моих розыгрышах. Персия по сравнению с Грецией была очень-очень большая. Каждый подчинялся этой державе, ну, представляете, какая большая держава. Ведь ее границы занимали Египет, Вавилон, Финикию, Индию, Туркменистан. Во всех направлениях, соответственно. То есть, в те времена это было очень могущественное государство. И такая маленькая страна, как Греция, ну, не особо подчинялась Персии, что привело к большой войне. Дарий I, озобленный на Грецию мятежом, который так успешно подавил, начал очень жестокую войну с Грецией. Первый поход на Грецию закончился провалом. Сухопутная армия пала в Ракии, а флот разрушила бури. Это все нам известно из истории пятого класса. Но, чтобы подтянуть эти знания, я это изучаю и рассказываю вам. Потому что мне это тоже интересно, вам тоже интересно. Поэтому я и вы, собственно, удовлетворены историей пятого класса. Второй поход был более масштабный. Были задействованы корабли, тяжелая пехота, кавалерия и колесницы в том числе. У Персии была вообще достаточно очень сильная армия. Но, несмотря на это, Греция не дала себя захватить. Ну, и тут греки выстрелили против большой, напомню, державы. После большой победы Мельтиад, этот человек, который первый раз победил, второй раз, точнее, победил Персов, был отправлен освобождать остальные острова. Но он не смог. И его заключили в тюрьму, за то, что он не сдержал свое обещание освободить острова. И умер в тюрьме, потому что его ранили в бою и умер. Вместо него назначили Аристида, которому удалось уже отвоевать потерянные острова. Также он укрепил флот на случай наступления Перса. Когда Дарий, первый царь Персии, умер, его место занял не менее популярный Ксеркс, его старший сын. Он собрал такое огромное войско, что некоторые греческие города сдавались без боя. По подсчетам историков, это было количество, ну, скажем так, миллион. Цифры, конечно, расходятся. Греческие историки и, соответственно, персидские историки. Ну, в общем, цифры расходятся. Где-то было 400, где-то миллион, где-то 500, где-то 800. То есть я основываюсь на книге, поэтому беру цифры оттуда. Город Афины, нынешняя столица Греции, также Спарта, они объединились против миллионного войска Ксеркс, где проиграли первое сражение. Царь Леонид и его спартанцы до последнего держались и храбро погибли в боях в ущелье Ферлаопилах. Вы знаете 300 спартанцев, эту историю, где в узком ущелье они сдерживали огромное количество персов. То есть даже есть фильм 300 спартанцев. Смотрите, я уже назвал несколько фильмов про Грецию, то есть Греция пользуется большой популярностью. Ее исторические фильмы это просто пушка, поэтому всем рекомендую смотреть эти фильмы, это просто... Второе сражение прошло на воде. По-моему, вторая часть спартанцев об этом тоже рассказывает. Я еще раз повторюсь, что про Грецию можно достаточно просто все фильмы посмотреть, и вы уже будете знать историю Греции на 100%. Даже сейчас, в современные времена, не столько знают хронологию, допустим, какого-то определенного события, как греческий, который были очень давно, еще до наших времен, то есть до современного времени. И люди все знают до мелочей, до деталей. Вы представляете, насколько это интересно? Итак, второе сражение на воде, обманом затянувший персидский флот в узкий пролив, был громко разбит. Персы отступили, Ксервис больше не нападал на Грецию, потому что он сыконул, а сама Греция перебила остатки персов и уже сражалась на территории Персии. То есть она их отгоняла, и вдобавок к этому еще и нападали на их собственной территории. И греки, это народ, ну, не из робкого десятка, очень смелый и сильный народ. Не стоит вообще недооценивать армию Греции. Александр Македонский. Вы тоже его знаете, сын Филиппа Первого, великий завоеватель Персии, Египта, да и Азии в целом. Собственно, про царя Филиппа стоит сказать в двух словах о том, что, во-первых, это отец Александра Македонского, второй царь Македонии, не был убит заговорщиками. Ну, и, собственно, с Филиппа началось усиление войск, влияние Македонии на Грецию, и уже сын Александр это дело, собственно, в тысячу раз преувеличил. У Александра Македонского был учитель Аристотель, тоже знаменитая личность, все его знают. Есть одна история. Многие, конечно, не все ее знают о том, что один купец приехал к Филиппу что-то там выторговать и привез ему коня. Но этот конь был вообще не прирученный, дикий, и никто его не смог оседлать, кроме Александра Македонского. И отец ему сказал, что смотри, сын, для тебя Македония слишком маленькая, и тебя ждет очень большое будущее. И после этих слов Александр Македонский был до последнего со своим конем веренному. Они были лучшие друзья. Этот конь, кроме Александра, никого больше не возил. Также Александр Македонский был развит хорошо, то есть он изучал геометрию, литературу, физкультуру и был ловким ребенком. Собственно, это сподвигло его на большие походы против Персии. Он объединил армию Македонии и Греции, тогда в то время уже Греция зависела от Македонии. Но раньше Македония когда-то была эта варварская страна, ну то есть это народ тоже к Греции ближе относится. Но греки, они считали их варварами. Собственно, как и все, по-моему, народы, которые греки, конечно, высокомерный народ, но очень сильный. Уже Александр Македонский собрал большую армию против Дария Третьего. Дарий Третий пытался уговорить Александра о перемирии, жениться на его дочери и отдать ему большое количество земли. Но Александр Македонский отказался и вошел в Вавилон как освободитель. Об завоеваниях Александра Македонского известно очень много. Тот же самый город Александрия, Александрийский моряк в Египте, переход Ефрата, Тигра. Все эти подвиги непосредственно относятся к Александру Македонскому. Но империя Александра Македонского так же распалась быстро, как строилась. Он очень много проводил времени в походах. Из-за этого, из-за погодных условий он слишком много болел. К сожалению, в возрасте 32 года он скончался. По одной из версий, самые популярные, его отравили. Но все же версий достаточно много. То, что все-таки он заболел и умер. Но он болел часто, да. Потому что походы, жара, холод, он очень много путешествовал, очень много завоевывал. Был однажды случай, когда он очень сильно заболел и уже было прям на грани от смерти. Но его врач вылечил его. Имя, к сожалению, не помню. Но он выздоровел и снова начал завоевывать земли. Если бы Александр Македонский, предположим, бы жил до 60 лет, то я не представляю. Я даже не могу в голове проложить тот путь, который бы он сделал, чтобы захватить. Мне кажется, он бы захватил большую часть Африки, большую часть Азии. И даже продвинулся бы куда-то в сторону Востока. Точнее, Запада. Ну, конечно, бы он не доплыл до континента. Но всю бы Евразию точно бы смог захватить. Абсолютно всю. Кроме, скорее всего, Севера. Но об этом то и поговорить отдельно. О его завоевании. Что бы если Александр Македонский, допустим, не умер, а, собственно, жил. Возможно. Можно сделать такой видеоролик, если вам, конечно, будет интересно. После завоевания Александра Македонского, Александр стал уже не таким мудрым, справедливым. Он стал больше проводить время в Персии. Начал осваивать их культуру и хотел слить культуру в одну, то есть Грецию, с Персией. Собственно говоря, греки над ним смеялись, что он считал себя великим завоевателем, богом. И никому это уже не нравилось. Александр Македонский очень-очень сильно раздул свое эго, что, конечно же, людям, в принципе, не нравилось. Конечно же, да, после смерти Александра империя распалась. Македония пыталась объединиться с Грецией, но безуспешно все великие полководцы Александра отобрали куски земли себе. Сделали там свои какие-то государства. Ну, об этом, собственно, не так мало известно. И, собственно, уже на этом, друзья, заканчивается первая часть видео хронологии Греции. Это я дошел до такого момента, чтобы на пике закончить, на пике могущества Греции-Македонии закончить это видео. Потому что дальше уже пойдет Римская империя. Гантия уже пойдет на спад. Первая мировая, вторая мировая, современное время. То есть, вы понимаете, что уже Греция не будет такой интересной. Но все же, есть моменты, за которыми мы все-таки любим Грецию. И это была самая интересная часть. Но я обещаю, что вторая часть будет более интересней. Я сделаю хороший, интересный формат. Поэтому, друзья, если вы бы досмотрели это видео до конца, прошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал и, конечно, поддерживать видео. Также не забывайте про участие в розыгрыше новогодней тысячи. Так что, все в ваших руках. Победа в ваших руках. С вами был Исторический канал. И всем пока.